В людной штаб-квартире городской стражи, что располагалась в псевдополис-ярде, сержант Колонн рассеянно поправил ветку сирени, которую вставил в шлем наподобие плюмажа. — Очень странно все поворачивается, Шноби, — сказал он, вяло листая утренние бумаги. — В этой нашей полицейской работе. И со мной так же было, когда у меня завелись дети. Становишься как-то туже. — Это в каком смысле туже? — спросил капрал Шнобс, бывший, пожалуй, наилучшим наглядным свидетельством того, сколь тонкая грань эволюции отделяет человечество от животного мира. — Ну, — протянул Колонн, разваливаясь на стуле. — Это как бы, ну, в нашем с тобой возрасте. — Посмотрев на Шноби, он заколебался. Шноби годами утверждал, что ему около тридцати четырех. В семействе Шнобсов все плохо ладили с арифметикой. — То есть, когда мужчина достигает определенного возраста, — предпринял он еще одну попытку, — он уже знает, что мир несовершенен и всегда таким будет. Он привыкает быть чуток... чуток... с душком, — подсказал Шноби. За ухом вместо обычного чинарика у него тоже торчала поникшая веточка сирени. — Именно, — подтвердил Колонн. — Типа нельзя объять необъятное, совершенства не бывает, просто делай, что можешь, верно. Но когда впереди маячит ребенок, ну, у мужчины внезапно меняется точка зрения. И он думает, и в этом бардаке придется растить моему дитю. Пора тут все прибрать, пора создать лучший мир. Мужик становится чуток рьяным, чересчур бодрым, даже борзым. И когда он услышит осила руки, здесь будет всем мало мест. — Утро доброе, мистер Ваймс. — Обо мне судачили, — спросил Ваймс, проходя мимо притихших подчиненных. На самом деле он ни слова не слышал из их разговора, но по лицу сержанта Колона можно было читать как по книге, и Ваймс понял это давным-давно. — Просто интересовались, наверное, радостные события уже... — начал Колонн, наблюдая, как Ваймс перепрыгивает через две ступеньки, взбираясь по лестнице. — Еще нет, — коротко ответил Ваймс. Он толкнул дверь в свой кабинет. — Привет, Марков. Капитан Марков вскочил и отдал честь. — Доброе утро, сэр. — А леди Сибилла уже нет, Марков, — еще нет. — Что-нибудь произошло за ночь? Марков покосился на веточку сирени на груди Ваймса, а потом снова посмотрел в лицо начальника. — Ничего хорошего, сэр. Убит еще один стражник. Ваймс замер. — Здоров ME. — Снежiko. в glow унижни все playable. — — — Продолжение следует...